Продолжая тему региональных телеканалов, у них появится своя кнопка. Госдума приняла поправки в закон о СМИ и связи, которые расширяют список общедоступных кабельных телеканалов. Регионы закрепятся на 21-й кнопке. Хотя это не полностью удовлетворяет региональных вещателей, оптимисты надеются, что следующим шагом станет закрепление регионального контента в цифровых сетях. Продолжит тему Туяра Филиппова. Утро у 87-летнего жителя села Майя Краснослава Кузьмина начинается с просмотра программ НВК САХА. Недавно в заречные населённые пункты наряду со столицей пришёл второй мультиплекс – пакет бесплатных цифровых федеральных каналов. Но из-за отсутствия в нём передачи якутского телевидения, пенсионер предпочёл остаться на платном спутниковом телевидении. Я в основном НВК смотрю. Она хорошая передача, наша местная. Надо было нам, старикам, каким-то образом его показывать нам бесплатно. Это было бы очень здорово. Сейчас, когда дети учатся говорить на родном языке не только по книжкам и сказкам родителей на ночь, но и под влиянием телевидения и современных гаджетов, проблема сохранения родного языка и культуры в национальных субъектах становится ещё острее. Именно на самобытности и уникальности регионального контента делали упор руководители четырёх телеардиокомпаний, когда в апреле подписали обращение в адрес Госдумы и Совета Федерации о необходимости наделения региональных каналов статусом общедоступных. Я как руководитель уже полтора года рекомендую нашему детскому творческому студию Сергею Лях заниматься этим делом, создавать хорошие якутские контенты. Кроме нас его никто не будет создавать. В Москве, тем более в других регионах, такой национальный контент на якутском зиле никто не создаст. То, что теперь НВК САХ переместится на 21-ю кнопку сразу после обязательных федеральных каналов, удобно как и для зрителя, так и самого вещателя. 21-я кнопка уже по закону должна быть обязательной для региональных каналов. Я считаю, это очень большой шаг для развития. Для того, чтобы региональные телеканалы могли не выживать и развиваться, мало иметь свою кнопку на пульте. Тем более, что кабельных каналов нет в маленьких селах. Добраться к ним можно только через эфирное вещание, спутник или цифру. Наделение региональных телеканалов статусом обязательных общедоступных – это очень важный, но тем не менее только первый шаг к включению вещателя в эфирную цифровую среду, будь то расширение существующего перечня телеканалов в мультиплексах или создание отдельного регионального мультиплекса.